В эфир телеканала Хабар 24 заступила дневная смена. Я Каиржан Смогулов. Здравствуйте. Завтра в Туркестане президент Касымжимар Токаев проведет второе заседание национального Крултая. А уже сегодня обсуждать наиболее важные вопросы там начали участники рабочих сессий. Внести изменения в трудовой кодекс предложили участники рабочего заседания национального Крултая. По мнению Бибигуль Жексинбай, важно поменять отношение к человеку труда и повышать его статус. Работодатель должен понимать, что ущемление его прав карается законом. Кроме этого, участники обсудили вопросы правовой грамотности. Горячие дискуссии были и по законодательной поддержке неправительственного сектора. Больше 400 предложений поступили именно через приложение Крултай. Многие из них были взяты в качестве рекомендаций, которые войдут в обязательный план реализации. Пришло время менять трудовой кодекс и менять отношение именно к трудовому человеку, а не как с точки зрения работодателя. Поэтому я думаю, по всем этим вопросам, ну и вопрос о правовой грамотности населения. В этом направлении уже работа ведется. Вопрос о неправительственных организациях. Я думаю, что нужен специальный закон. Я думаю, будет создана рабочая группа, инициативная группа, и в этом направлении тоже будет работа идти. Ну что ж, давайте и мы обсудим цели и задачи национального Крултая. Для этого на прямой связи с нашей студией непосредственно из Туркестана находится исполнительный директор общественного фонда Олтахаудармабироса Рауан Кенчиханулу. Чуть позже к нам также из Туркестана подключится депутат Можелеса парламента Республики Казахстан Марат Башимов. Также у нас в студии сейчас находятся известные политологи Аман Мамбиталиев и Дина Айкинова. Добрый день, уважаемые гости и господин Кенчиханулу. Поскольку вы непосредственно сейчас находитесь на полях Крултая, то не могли бы вы нам рассказать, что еще обсуждали в рабочих группах, на рабочих сессиях, кроме вот тех вещей, которые были сейчас упомянуты в материале, то есть трудового кодекса. Добрый день, спасибо. Обсуждений много. Мы на самом деле уже со вчерашнего дня здесь в Туркестане и с коллегами, и вне таких формальных наших заседаний обсуждаем различные вопросы. Но в частности, вот сейчас буквально мы вышли из секции, посвященной вопросам образования и науки, и два министра, профильных министр науки и высшего образования, Совет Советный Рубег, министр просвещения Ваней Бесимбаев. Как раз-таки очень обстоятельно получилось с ними обсудить различные аспекты вопроса формирования человеческого капитала. В частности, говорили о том, какая задача образования на сегодняшний день. То есть вот мы сейчас активно обсуждаем, наверное, в общем задачи такой пересборки общества, пересборки государства в соответствии с теми вызовами, которые есть сегодня в мире, в нашем геополитическом регионе и вообще вот как страна, которая ставит перед собой важные амбициозные задачи, что нам необходимо ставить перед системой образования в части формирования нового поколения казахстанцев, которые должны быть способны отвечать этим вызовам. Вот исходя из этого, например, сегодня в мире достаточно активно обсуждается вопрос, кого мы формируем, гражданина мира или все-таки гражданина суверенной страны, потому что это сегодня касается не только казахстанской повестки системы образования, но и глобальные вопросы. В частности, например, Агамс Варифулайесом говорит о том, что нам надо не стесняться и активно говорить о том, что система образования должна формировать гражданина Казахстана, казахша Азамат Тарвилю. Кроме этого, говорили о науке, о том, что нам необходимо развивать казахский язык как язык науки, что нам необходимо для этого делать, какие направления в написании методик, учебников в продвижении важных, фундаментальных направлений науки на родном языке. Об этом говорил уважаемый академик Аскар Жмодельдаев. Ну, много разных тем. На самом деле, у всех коллег в Дрюкрултайе есть различные идеи. И, наверное, образование, и наука – это та сфера, которая касается всех нас. Все мы, как специалисты, и не только, как родители, наверное, тоже имеем какое-то представление о том, что происходит в системе и что можно было бы сделать для того, чтобы улучшить ситуацию. И это обсуждение достаточно обстоятельное, профессиональное. И радует, что как раз-таки платформа Крултайя позволяет говорить об этом предметно, потому что на заседании присутствуют руководители двух профильных министерств, члены правительства, которые отвечают на все эти вопросы. На многие вопросы сразу же даются ответы. Какие-то конкретные предложения, в частности, сейчас было сказано, через приложение Крултай поступило более 400 предложений, и в том числе по этим направлениям. И эти предложения сразу же идут в профильные государственные органы, к специалистам, которые формируют повестку в различных направлениях и становятся основой для принятия решений. А если не секрет, вы сами, вы лично, с какими идеями или предложениями или вопросами приехали на национальный Крултай? Ну, я как представитель общественной организации, которая называется Национальным бюро переводов, мы достаточно плотно взаимодействуем с коллегами и с Министерством науки и высшего образования, и с нашими коллегами в регионах для того, чтобы... Вот я об этом затронул, как раз таки это перекликается с предложениями Академии Кожмодельдаева о том, что нам, как воздух, необходима большая переводческая деятельность в науке для того, чтобы насыщать наше образовательное пространство и поле современными знаниями, современными инструментами для того, чтобы формировать необходимый нам человеческий капитал. Кроме того, мы достаточно активно работаем в части цифровизации образования, то есть как нам сделать так, чтобы технологии современные позволили сокращать качество, сокращать разрыв в качестве образования между селом и городом, между специализированными школами и обычными школами, между школами, которые учат полный день и школами, которые вынуждены работать, к сожалению, в трех сменах. Вот мы видим огромный потенциал современных технологий в этом, и мы даем предложения, но не только предложения, и как компания, которая занимается технологиями, достаточно активно в этом процессе участвуем. И в частности, конечно же, движение есть в этом направлении, но тем не менее, все еще скорость интернета в населенных пунктах, в частности, доступ в школ к высокоскоростному интернету, остается недостаточным для того, чтобы эффективно использовать технологии для повышения качества и доступности образования. Кроме того, нам необходимо поддержать учителей для того, чтобы они имели необходимые квалификации и цифровые навыки для того, чтобы активнее вовлекать и использовать эти технологии и методики в своей настоящей работе. Ну что ж, безусловно, это очень... Кроме того, нам необходимо посмотреть, что делается в частности законодательного регулирования использования этих технологий. Потому что во всех странах передовых, куда мы стремимся, и не только, даже в наших соседних странах, уже достаточно активно легализовано поле цифрового образования, дистанционного образования, это необходимость, не просто тренд. Вот с такими предложениями мы выходим на площадку Курлтая и очень рады, что их слышат, и мы достаточно детально обсуждаем эти идеи. Ну что ж, это действительно очень важные вопросы. Спасибо огромное. Господин Кенжихан, я знаю, что у вас очень загруженный график, но просьба пока оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я поговорю с другими экспертами и вернусь к вам. Еще хотелось бы обсудить с вами, как с непосредственным участником событий, собственно, задачи и цели Курлтая. Как сказал наш спикер, тем действительно много, и в том числе об этом говорила заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан Аида Балаева. Давайте послушаем фрагмент. Очень много разноформатных вопросов, как по тематике, так и по содержанию. Поэтому работа Курлтая разделена на несколько тематических секций. Таким образом, мы представляем всем участникам максимальную возможность высказать свое мнение. Сегодня будут проведены три специальные секции. Это секция образования и наука, культура, искусство, духовность и секция общественная консультация. При этом для участников открыта работа всех секций. Наряду с этим через портал ЕГОФ работает мобильное предложение Курлтай, где любой гражданин страны, из любой точки нашей страны может высказать свое мнение или оставить предложение по дальнейшему развитию страны. В целом, весь поступивший пласт предложений, будь то во время работы Курлтая или через онлайн-каналы, высказанные будут обязательно учтены и доведены до главы государства. Ну что ж, мне хотелось бы обратиться к политологу Дине Айкеновой. Итак, госпожа Айкенова, на ваш взгляд, в чем, ну как в театре говорят, сверхзадача, да, в данном случае национального Курлтая? Ведь, если так вот подумать, с одной стороны, вроде бы, как решать государственные задачи, призваны центральные ведомства, министерства, ну, в частности, если речь идет об образовании, то Минобор, если речь идет о труде, то Министерство труда и социальной защиты и так далее. Если речь идет о представительстве, скажем так, мнения казахстанцев, да, чтобы они были услышаны государством, то, опять же, мы имеем такую структуру, как парламент двухпалатную, причем, вот, где Сенат представляет больше даже интереса регионов и так далее. На ваш взгляд, почему нам нужен Курлтай? Добрый день. В первую очередь, Курлтай, цель национального Курлтара является сбор, скажем так, идей и мер по дальнейшей общественной консолидации населения, граждан Казахстана. Если мы вернуться к вашему вопросу, да, конечно, исполнительные органы выполняют свою роль по реализации, как раз-таки, распределения бюджета, распределения благ среди граждан. Но национальный Курлтай направлен в первую очередь, как раз-таки, на ту, которую, скажем так, нельзя почувствовать материально, да, это воспитание, это ценности, это общественная консолидация, это идеология, то, куда стремится должна страна и буквально, что должно быть или что присутствует в головах граждан. Это, скажем так, вот это массовое бессознательное, да, и задача национального Курлтая как раз-таки в том, чтобы собрать, сгенерировать, артикулировать и как раз-таки реализовать вот эти мысли у граждан и соединить непосредственно с мыслями продвинутых экспертов, профессоров и общественных деятелей в будущем для Казахстана. Безусловно. Что ж, спасибо большое. Господин Мамбиталиев, позвольте вам адресовать, в общем-то, тот же вопрос. Здравствуйте. Курлтай имеет, на мой взгляд, весьма историческое такое значение. Это возобновление той нити связи общества и государственной системы, ведь Курлтай собирается в тяжелые моменты для решения общенациональных решений, которые будут влиять на будущее всех и вся. Поэтому первый Курлтай, который был созван у Далда, он больше имел такой некий стартовый момент, он больше разъяснял, зачем и для чего, какие представители будут там указаны и так далее, и так далее. Сейчас же мы видим полноценную рабочую группу из различных сфер экспертов, специалистов, которые не просто защищают свои позиции, либо предлагают пути решения различных вопросов. Сегодня получается культурная составляющая, наука, образование. Но там три сессии, про которые проговорила Аида Балаева. Он вообще в будущем будет иметь формат двухдневный, то есть там различные секции, возможно будут дополняться какие-то другие секции ввиду повестки дня, либо актуальности каких-то проблем. Здесь сам смысл заключен в том, что это будет неким мостом коммуникации между различными отраслями, между различными сферами, либо же центрами как политических, так и экономических сил. Легальный открытый путь коммуникации напрямую с центром принятия решений имеется в виду государством и главой государства. Потому что помимо тех представителей, которые будут там, на Курултае, у каждого гражданина, как и проговорила Аида Валымова, по поводу того, что есть возможность написать свое предложение, либо же вопрос через приложение, по-моему, через ЕГОВ, либо же на сайте, и они все будут систематизированы и донесены до самого верха, то есть до президента. По-моему, вот на мой взгляд, это первая основная причина, это выстраивание коммуникаций, да. Ну а вторая, это уже создание полноценного механизма. Это ведь помощь не только государственным органам, но и гражданским активистам в понимании вещей, как это все работает и выстраивается. И решение, оно должно быть объемлемым. И самое главное, учитывая интересы всех, ведь тем шире консенсус, тем сильнее получается, тем шире плюрализм, тем сильнее будет консенсус, и будет стабильнее решение выполнения, реализация этих решений проблем. Безусловно. Что ж, тогда предлагаю послушать цитату из высказывания государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина. Национальный Курултай является ключевым консультативно-совещательным органом при президенте. С инициативой о его создании глава государства выступил во время своего послания в марте прошлого года. В состав Национального Курултая вошли, как известные в масштабах страны, видные общественные деятели и эксперты, так и активные представители гражданского общества из регионов. В настоящее время Национальный Курултай успешно развивает практику прямого диалога главы государства с общественниками и экспертами. И мне хотелось бы вернуться к разговору с исполнительным директором Честного фонда Ултах Аударма Бюросе Рауаном Кенчиханулу. Надеюсь, вы еще с нами на связи, господин Кенчиханул. Да, но я пока не вижу картинки. А, вот теперь вижу. Итак, на ваш взгляд, что станет или что можно будет назвать неким практическим результатом, собственно, Курултая после того, как завтра с участием главы государства пройдет его общее заседание. И, так сказать, на следующей неделе, предположим, новостные агентства будут рассказывать людям о том мероприятии, которое прошло, и надо будет подчеркнуть какой-то, скажем так, практический итог. На ваш взгляд, что это будет? Ну, сложно гадать. Я бы все-таки пока не стал вот как-то узко искать какие-то конкретные результаты, хотя однозначно они будут, потому что есть достаточно большой пакет предложений, у коллег, и мы свои предложения даем. Но тут, наверное, нужно учитывать, есть большие пожелания и, скажем так, планы, но есть еще и возможности, чтобы ими их реализовать. Поэтому здесь, наверное, будет некий баланс пожеланий и предложений между тем, что сегодня реально возможно. Но в целом, самый главный итог, как мне кажется, в том, что вот площадка достаточно эффективно работает. И идея президента о том, чтобы мы еще раз посмотрели на дополнительную возможность, которая дает наладить очень важный диалог между обществом и государством. И эта площадка не просто дает возможность диалога, но и действует реальной платформой, когда различные силы заинтересованы в правильных изменениях, заинтересованы в настоящей пересборке государства, пересборке общества, пересборке механизмов, которые необходимы для следующего рывка Казахстана, как независимого государства, и в поиске механизмов обеспечения безопасности в различных направлениях – социальной безопасности, экономической безопасности. Вот самый главный итог, мне кажется, в том, что Крултай становится этой платформой, которая позволяет вырабатывать такие решения, которые позволяют государству слышать, слушать и слышать, и принимать эффективные решения. Вот я надеюсь, что по итогам мы в этом направлении сможем сделать еще один достаточно большой шаг, который будет состоять из конкретных мер, которые позволят нам продвигаться дальше. Совершенно с вами согласен. И вот раз мы говорим о коммуникациях между обществом и государством, то как вы оцениваете активность гражданского общества сейчас в Казахстане? Я имею в виду, что некоторое время назад было как-то принято говорить, что большая часть казахстанцев, дескать, аполитично, мало интересуется тем, что происходит в государственной системе, в масштабах страны и так далее. Но сейчас я вижу, что мы в стране стараемся, я имею в виду и со стороны общества, и со стороны государства, стараемся активно выстроить именно вот такую структуру, связанную и с госсистемой, и с гражданским обществом, чтобы эти две части взаимодействовали эффективно и, так сказать, постоянно. На ваш взгляд, насколько это удается? Я думаю, что это удается делать, действительно. Но мы все-таки должны понимать, что идет реальное изменение и пересборка общества. И в обществе однозначно есть большой элемент доверия и ожидания. И вот этот большой такой кредит доверия был показан главе государства. И идея о том, чтобы строить справедливый Казахстан и акцентирование на справедливости в социальных отношениях, в экономических отношениях, и справедливости в системе государственных отношений, оно, мне кажется, откликнулось у абсолютного большинства людей. Ну, в частности, мы работаем в бизнес-среде, и, мне кажется, особенно должны подчеркнуть, что люди, которые активно занимаются предпринимательством, вот эта среда, вот эта прослойка, мне кажется, впервые за долгие годы искренне участвуют в этих процессах, походят на выборы, вырабатывают какие-то предложения, дают эти предложения, участвуют в обсуждениях. И это очень хороший показатель того, что есть доверие, есть достаточно активное участие, и вот на базе этого участия, из такого сотрудничества, действительно, можно строить более эффективные решения, которые позволят решать стоящие перед нами задачи. Безусловно, безусловно. Мне мои коллеги подсказывают, что, наконец-то, к нам присоединился тоже из Туркестана депутат мажориста парламента Марат Башимов. Марат Саветович, здравствуйте, надеюсь, вы меня слышите. Итак, что вам показалось наиболее важным в тех обсуждениях, в которых вы принимали участие? И попробую вам адресовать тот самый вопрос, который я адресовал своим гостям-политологам в студии. В чем, на ваш взгляд, цели и задачи национального хорлтая, учитывая, что, ну вот, скажем так, функции решения государственных вопросов, по большому счету, ведь возложены на министерства и ведомства, а представительские функции у нас вроде как должен исполнять парламент, да, мажорист и сенат. Но, тем не менее, мы говорим о том, что национальный хорлтай важен и нужен. И, на ваш взгляд, в чем его важность и нужность? Вот попробую сразу два вопроса вам задать. Да, да, да. Спасибо вам, Кайжан. Вы знаете, с утра идет очень плодотворное обсуждение всех этих вопросов в трех секциях. Вы знаете, самое ведь главное назначение национального хорлтая, а он у нас юристов прямо называется консультативно-совещательный орган при президенте страны, да, то есть глава государства, когда именно с этой идеей национального хорлтая вышел, это же было понимаемо и значимо, потому что здесь вопросы, которые ставятся, это наиболее актуальные вопросы, которые, во-первых, исторически обсуждались, выносились, да, во-вторых, это принимало такой конструктивный характер, когда разные вопросы, разноплановые, да, которые касались разных сфер жизни, общественных отношений людей, общества, государства, выработка каких-то идей, предложений по конструктивному сотрудничеству, пути их решения, да, вот консолидировано это мнение, вот именно слово это постоянно звучит, это общественная консолидация, в сложное время, это, между прочим, все спикеры поддерживают, что в геополитическом международном плане, да, что наше укрепление государственности, территориальной целостности, решение проблем, внутренних проблем в нашей стране, все это актуально, поэтому даже вот эти секции сегодняшние, которые были, работали с утра, первая она вот такая как раз, институтов гражданского общества, вот этого вопроса, политический блок он обсуждался, но очень был актуален, да, потом обсуждались вопросы искусства, культуры, всего того, духовности, нравственности, которые так нуждаются сейчас в нашем обществе, да и в мире этот вопрос стоит на первом месте, где вот эта нравственность, духовность, кругом все полыхает, понимаете, да, ценности жизни уже упали до такой степени, поэтому здесь это актуально. И вот я только что вышел из третьего блока вопросов, коммунитарного блока, наука, образование, все, что с нами связано, то есть вот этот человеческий капитал, это же тоже наши дети будущие, это школа образования, это наука, да, она тоже нуждается, между прочим, открытые вещи. Вот то, что, как вы справедливо сейчас заметили, государственные институты иногда, они завыкаются в своей работе, и никто как институтам гражданского общества это не может помочь сказать, потому что вот эти институты гражданского общества не по земле ходят, чувствуют реальные проблемы, да, и вот это взаимодействие их, оно как раз и должно помогать. Но вот сейчас актуальный вопрос возврата капитала был, да, извините, институты гражданского общества очень активны в этом вопросе, противодействие коррупции мы обсуждали вопросы, очень без институтов гражданского общества это никак нельзя. Вопросы, которые касаются совершенствования деятельности, деятельности, самих государственных органов, да, это тоже, то есть я хотел сказать, что вот это продвижение и укрепление общенациональных ценностей, вот одна из задач крутая, да, общенациональные ценности, вот оно сейчас тоже встает на первом плане, и между прочим, очень важно, как нам воспитывать своих детей. Вот я честно скажу, вот у меня две девочки, а мне надо им дать что-то такое, связанное постоянно с рабственностью, мне нужно им как-то дать, чтобы они избегали в будущем каких-то таких, негативных вещей, чтобы, понимаете, маленький ребенок, он не может в этом сложном мире ориентироваться, мы должны вот какую-то духовность так укрепить, чтобы они по жизни уже шли, да, ориентировались на вот эти, на нравственную цель. А как юрист, я добавлю, что конституционную реформу-то мы не зря проводили во главе, вот ставились те задачи, которые президент внес, он же конституция нас все впитала, вот, откройте один в один разделы, первый, второй, это все один в один нормы международного пакта, на гражданских политических правах. У нас задача их только сейчас воплотить в законы, и чтобы им пользовались граждане, понимаете, да, чтобы вот это было, оно и так реально, мы утром встаем, у нас с утра до вечера, там столько там разных трудничных точек зрения, что голова пухнет от того, как ты в этом сложном мире, что ты будешь разбираться. Поэтому еще раз повторюсь, как вы поставили вопрос, да, в чем главное назначение национального Крутая? Это, вот, это общенациональная консолидация по выработке предложения, по укреплению, да, вот этой самой важной, каких-то вот таких нравственных общенациональных ценностей при принятии различного разрешения. И это очень важно. И самое главное еще конструктивный диалог, что он сейчас требуется везде, да, именно конструктивный, конструктивизм сейчас нуждается и в мировой политике, вы сами видите, да, конструктивизм нужен по жизни, он даже нужен в семейных отношениях, извините, элементарно, во связи с историей, к обращениям, мы сейчас вот недавно показывали, да, мы как голодомор вопросы поднимали, да, это тоже нравственные ценности, как в мире к этому относиться, к тем вещам, которые творились. Вообще изучение прошлой истории, прошлого века, это ужасная вещь, да, не дай бог людям было жить в тот период времени, и сейчас эти тоже вопросы занимают место, вот когда обсуждались истории. Я могу очень много говорить, да, Кайжан, но хотелось бы еще вот сказать о том, что с юридической точки зрения, да, дальнейшее вот правовое просвещение очень важно, потому что, ведь посмотрите, да, в любой стране цивилизованной, что делает гражданин? Он хорошо знает свои законы, по крайней мере, основные принципы, да? Свои права вы имеете? Не убей, не воруй, да, да, да. И самое главное, он платит налоги. И вот все, он спокойно должен жить. Его не должны волновать другие проблемы. У него должен быть достаток. Вот все, все. То есть в этом плане, и у него должно быть тот мироощущение такое, что он должен жить в комфортном, справедливом, для понятном, даже для маленького ребенка обществе. Все. Мы иногда говорим, ставим ребенка глаголить истину, это же правда. Они же вот и моментами справедливости просто оперируют. Даже не надо никакого образования. Он тянется к свободе, тянется к равенству, тянется к справедливости, тянется к тому, чтобы его не обманывали, не пугали постоянными, то есть обманывали двойных стандартов, замыливанием глаз, вот очень часто вот события показали, да, некоторые. Чтобы вообще было у нас, все мерилось критериями нравственности. Вот я поддерживаю в этом отношении политику и президента, который четко стоит на позиции того, чтобы справедливый Казахстан и будущих детей всегда был сориентированным с этим. Спасибо большое, Марат Советович. Я знаю, что вы спешите обратно на заседание рабочих сессий, но очень прошу вас пока до конца передачи побудьте, пожалуйста, с нами. Я задам пару вопросов моим спикерам в студии и вернусь к вам. Что ж, госпожа Экенова, мы затронули такой вопрос, как развитие гражданского общества. На ваш взгляд, ну вот, некоторое время назад, насколько я помню, по-моему, в прошлом году это было, когда был съезд, собственно, гражданский форум, по-моему, назвалось, да, мероприятие, и говорили о, тоже, о развитии сектора неправительственных организаций, о той роли, которую играет гражданское общество в построении, ну, в принципе, да, господин Кенжи Ханлу совершенно верно сказал о пересборке, да, государства и взаимоотношений с обществом. На ваш взгляд, вот сейчас, как складываются именно вот взаимодействия, взаимоотношения государства и гражданского общества у нас в стране? Я бы хотела отметить, что на последнее время мы видим большую активность как раз-таки гражданских активистов, представителей НПО, некоммерческих организаций как раз-таки в защите прав населения определенных категорий граждан, да, это и дети, и жертвы семейно-бытового насилия, и точно так же, как отметил ранее спикер по поводу защиты как раз-таки работодателей, интересов работодателей. В последнее время мы видим большую активность НПО в этой сфере. И нужно отметить, как новый какой-то, скажем так, новый шаг в развитии гражданского общества, это как раз-таки вычленение вот этих гражданских активистов. Не всегда необходима тебе институализация, то есть не всегда необходима определенная организация, чтобы выступать, защищать интересы тех или иных граждан. Те же, то же самое, есть активные общественные деятели, которые собирают деньги на, не знаю, на помощь определенным жертвам тех же самых пожаров, либо жертв какого-то кейса насилия. Мы можем ответить, что это вот эта субъективизация, это как новая тенденция как раз-таки в развитии гражданского общества. Прошу прощения, простите, что перебил, господи Альгенова, а ведь мне кажется, что из этих, в данном случае, персон, становящихся публичными, становящихся узнаваемыми и так далее, в будущем может получиться новая генерация политиков публичных, нет? Да, абсолютно. Это, в принципе, один из, скажем так, один из вариантов формирования и как раз лифта, социального лифта для политиков как раз-таки за счет своей активной, общественной и публичной деятельности. Возможно, эти люди созреют к тому, чтобы баллотироваться, к примеру, там, депутаты Маслихата, депутаты Мажелиса, либо их заметят другие, скажем так, власть имущие люди. И как раз-таки заметят их заслуги и предложат какую-то, не знаю, или позицию, пусть даже там это будет общественная позиция, там, омбудсмент, к примеру, и так далее. Действительно, действительно. Господин Мамбеталиев, вот, в принципе, если говорить об эволюции, эволюции и государственных систем, и общественных систем, гражданских, да, то, ну, скажем так, она предполагает какое-то развитие, рост и трансформацию в последующем во что-то другое. На ваш взгляд, с учетом того, что это всего лишь второе заседание национального крултая, во что в будущем это может вылиться, трансформироваться, вырасти и так далее? Ну, должно, по крайней мере, вырасти в это-то все в полноценный, не знаю, коммуникационный такой сильный канал, в котором будут представлены все, даже самые, может быть, критические взгляды представителей и проговариваются все вопросы, даже самые закрытые, которые ранее, ну, даже не оповещались никак, для того, чтобы решить и найти решение, которое устроит практически всех, потому что долгое время... А вы думаете, это возможно? Ну, мы спросили про то, к чему это должно прийти, я говорю, во что это должно, по идее, вырасти, то есть я выбираю слово вырасти, потому что оно должно быть естественным путем, это не сразу будет, я вот хотел как раз проговорить о том, что очень долгое время большая часть общества была вытеснена из центра принятия решений, даже центра обсуждения этих самых решений, мониторинга этих решений, реализации этого решения, естественно, очень много активных пассионариев были вынуждены уйти в какие-то там, дай-моему, в незаконные вещи, чтобы хоть как-то иметь возможность высказывать мнение. Сейчас все это открыто, легализовано, и есть возможность не просто проговорить, но и помочь с вариантом решения, причем, если это через ЕГОВ идет, то, я так понимаю, верификация сразу на месте, если это член либо участник самого Курултая, то, естественно, там же верификация, то есть все это открыто происходит, без тени, в открытую проговариваются, то есть там нет, на мой взгляд, риска лоббирования определенных интересов, и есть всегда возможность открыто проговорить и решить вопрос. Здесь про то, что это в идеале должно быть в конце Курултая полноценно общенациональным, со всеми представителями всех возрастов и полов, со всеми разными взглядами, вместе сообща, прорабатывая, реша вопросы для общего блага для всех, потому что мы все в любом случае, так или иначе, являемся гражданами одной страны. Безусловно, безусловно. Спасибо огромное. Марат Советович, у нас осталось буквально минуты две-три. Да, буквально. Вы знаете, на прошлом Лутау, на первом заседании, президент подчеркнул об усилении общественного контроля. И вы посмотрите, у нас самый тормозящийся был такой законопроект об общественном контроле приняли в этом году. Все. В руке гражданского общества дан закон, которым теперь нужно теперь пользоваться. Везде общественный контроль за институтами, государственными институтами, за всеми теми. То есть общественный контроль прямо говорит, общество должно очень ответственно относиться ко всем происходящим событиям. Вот и все. А парламент, вы знаете, чем очень важно отметить? Очень много представителей гражданского общества пришло. Поэтому стали приниматься более качественные законы. потому что каждый... Опа! Обрыв связи. Очень жаль, очень жаль, что Марат Советович не успел закончить свою мысль, но, так сказать, давайте попробуем сделать это за него. Госпожа Айкенова, давайте попробуем угадать, к чему вел Марат Советович. Он говорил о важности общественного контроля. Я думаю, что Марат Советович предположил, что Марат Советович подводил к тому, что как раз-таки заседание Курлта является квинтэссенцией принятых за последний год таких ключевых документов, как закон об общественном контроле, концепция молодежной политики, информационная доктрина. То есть это те документы, как раз-таки, которые регулируют вот этот идеологический, скажем так, пласт воспитательный, нравственного воспитания граждан Казахстана. И, как он и отметил, и молодежи, и детей, да, и в целом, и в том числе, я думаю, это и стратегия углеродной нейтральности, снижение, в которой отмечена экологически. Да, вот смотрите, Марат Советович у нас вернулся в эфир. Марат Советович, был обрыв связи, сказать, я возвращаю вам слово, и у вас буквально одна минута. Я прошу прощения. Да, да, да. Вы знаете, посыл президента был такой, он же, когда говорил об открытости, справедливом государстве, он имел в виду именно полный общественный контроль за действиями государственных органов. Да, вот все, что касается наших общественных, начиная с детского периода, взрослого, молодежной политики, все-все-все вот эти институты, которые очень важны для жизни общества. Поэтому давайте вместе будем заканчивая притворять вот эту сферу общественного контроля, и у нас тогда будет конструктивное взаимодействие между государством и обществом. Это будет все во благо людей. Это будет как раз ориентироваться на те нравственные ценности, и самое главное, для минерусства греховенства и принципов конституции. Безусловно. Ну что ж, должен констатировать, что госпожа Якенова, в общем-то, практически угадала направление вашей мысли. Огромное спасибо всем участникам беседы за то, что приняли в ней участие и ответили на все вопросы. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала Хабар-24. Увидимся на следующей неделе в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин